I have ways of blowing things off Дорога ребятушки, с вами Ладушки, это Лара, которая Крофт, которая расхитительница, сами знаете чего Итак, ну, пожалуй, мы начинаем В общем-то, сейчас при загрузке игра мне показала, что это загрузка на 71% То есть, по идее, пройдено Я надеюсь, что 71% имеется в виду, что 30% это были еще какие-то гробницы и еще всякая чушь Потому что я бы не хотел, чтобы у меня было еще 30% всей игры впереди А, сюда, я понял Просто уже все так идет к завершению, все дела Я не думаю, что там еще прям реально 30% в игре осталось Я думаю, что это с пропущенными гробницами какими-то, еще чем-то В общем, посмотрим Я вижу, надо будет направо прыгнуть, потом надо будет перебраться Она сама не цепляется, каждый раз приходится нажимать кнопку Ну, не знаю Ладно, с одной стороны она держится этим ледорубом А вот ногами и второй рукой за что она цепляется, мне интересно То есть, обычно скалолазы используют два ледоруба и специальные ботинки с шипами Что, в принципе, понятно О! И злейся! О! Пимико проснулась! Огневой стрелой А я в такую бурю, блин Ну ты молодец, конечно У нее вообще универсально Чуть что, где она с луком Как будто у нее нет другого оружия Хотя, ну это же не игровая условность Имеется ввиду, что, ну А, убили? Ха-ха-ха Я передержал немножечко, ладно Надо было пораньше спрятаться Хочу ли я из лука стрелять? Ну давайте, у нас 40 стрел Натяните тиву, блин Что ты делаешь, корова? Ну не знаю Из лука здесь такой Давайте, короче, я из автомата начну шмалять Я просто не знаю, что будет потом Может мне потом автомат понадобится Я не знаю Вот сейчас прицелиться нельзя Ты уже знаешь, что будет, но прицелиться нельзя Она еле идет такая, как беременный тюлень ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миша, 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 м О, пожалуйста, Сэм, держи! Райс! Блин, мне почему-то это немножечко Бэтметал напоминает. Кто смотрел Бэтметал и вторую, там, третью часть. Так они пытались с Джокера воскресить? Ладно, не буду вам, короче, спалерить, лучше посмотрите. Не, ну на самом деле, Матиас-то прав. Типа, Матиас убивает её, друзья, она убивает его людей. Ну, то есть тут нету, кто прав, кто виноват и всякое такое. На самом деле, Лара ничем не лучше этого самого Матиаса. Она ведёт себя точно так же, ублюдочно. Просто не дал шансы. Зажал в углу, короче, заспамил и всё, короче. Не сначала... А, фух, не сначала. Бэтметал не ждёт! Не застреливайся, яổ! Благослову! Поверния! Жаль! Субтитры сделал DimaTorzok А, у меня пистолетные патроны уже пошли, да? Ну хоть против них, короче, эта Гренка спасает Гренки, в принципе В своей основе-то бесполезны Ну хоть против Щитовикова не работают Так, хоть немножко патронов собрал Да я не... Блин! Что я там должен увидеть, по-вашему? Почему он должен прекратить? Объясни мне, она вселится И вас всех выпустит, и всё нормально Чё-то как это... Ну белая стена... Белая стена По белым стенам можно же запрыгивать Да понятно же Зацепись! Овца! Хорош орать! Почему я не могу идти? Почему он... Это выглядит как арена с боссом Сейчас будет босс По-моему, это будет огромный вот этот цамурай Который его сдуло в прошлый раз Или такой же, но другой, мне кажется Да, я не знаю, посмотрим Да, это он! Я же сказал, что если бы это был его сливом То было бы очень тупо Но это был не слив Это будет такая же битва, как с тем боссом, типа Грянок у меня, кстати, мало осталось Давайте, может, дробаш попробуем Надо в спину целиться Я понял Ага, так надо будет несколько раз, да? Надеюсь, мне хватит дробаш патронов Так, у меня уже, скорее всего, дробаш патронов не хватает Броня же у него только спереди Ну да Я какие-то подрожки собираю Ай, дубиной пригрел Блин, прицелиться Ну, как бы Стрельба Ай, да хорош! Прицелиться крайне сложно Сделано это отвратительно Как у вороты, так и все остальное Вот, то есть Ты рассчитываешь Хорош, блин, уберите это кровавое говно С моего экрана Я не вижу ничего Нет Ну, блин, ну, чертовы куты ешки Что с гранатой было? Ох ты ж Он своего этого уфигачил Хорошо, мне это выгодно Теперь ему еще и в голову можно стрелять Все Ну, я говорю, это было не сложно Это было кривое прицеливание И тупые куты ешки Ну, ладно Сейчас мы тут еще лутонем немножко Кстати, да То, что это была арена с боссом Это тоже было видно абсолютно сразу Что у нас по под... О, у нас 120 патронов Я что-то... Ой, с него тоже можно было подлутать 400... Может мне еще костерок дадут? Не, хотя это уже финал Вряд ли мне костерок дадут Просто появились детали для прокачки Убей азиатку Чтобы она не смогла переселиться Чтобы эта пимико не смогла переселиться Убей азиатку Что означало это вот... Спарта! Жму, жму, жму Ну, конечно 40-килограммовая девочка Она же может пересилить Огромного закаленного в боях Мужика Ну, то есть, это ж нормально У тебя два пистолета? Что, будешь по-македонски стрелять? А нашли, дорогу тащилось Теперь мы уже не попрыгаем Главный босс будет пимико Да, дайте мне убить азиатку Чтобы пимико вселилась в азиатку И я убил азиатку как главного босса Это был бы очень крутой сюжетный поворот Ребят, сделайте так Она же и так мертва Чем-то ее убивать собралась То есть, вы не хотите сделать Крутой сюжетный поворот, да? Хорошо, я понял Лара Что случилось? Я здесь Ты сейчас Все нормально Все нормально В любую другую нормальную игре Ты бы уже давно сдохла Но это феминистическая игра Поэтому здесь ты не сдохнешь Здесь тебя спасут Я тебе прошу Попробую Давайте тебе домой Да, все-таки Самоа выжил по той простой причине Что он типа здесь Ну Как меньшинство И его нельзя было убивать Убить можно было только белых мужчин Все Все остальные должны выжить Почему у нее рука на перевязи? То есть, у нее же не перелом руки У нее сквозное ранение мягких тканей Там перевязь-то в принципе нафиг не нужна Там нужно... Ладно, кому это рассказываю Конечно, ты же врач еще заодно у нас Субтитры сделал DimaTorzok Ха-ха-ха Другой дракона Другой дракона Много Чист М원 и ближайшие Модель с ним Волшебный Волшебный Что? Волшебный Не знаю как я тебе На этой глухе Ни я не хочу знать В любом случае, мы будем домой скоро. Да, это 13-го года, собственно, расхитительница тумбочек, я так знаю, что вроде как есть более поздняя игра, уж не судите строго, может быть даже две есть, я не уточнял, не смотрел. Наш поход сюда начался с того, что Steam предложил мне эту игру в подарок. Они говорят, вот возьми, бесплатная игра. Я такой захожу и смотрю, а у нее оценка 9.12 или что-то такое, в общем, больше 9 звезд. Это очень крутая оценка, причем, ребят, я доверяю игрокам в Steam и оценка была реально шикарнейшая, высочезная. У меня были небольшие предрассудки насчет этой игры, думаю, кого фига, мне ее дают бесплатно, причем у нее такая крутая оценка. Знаете, я могу ошибаться, давайте я поиграю, давайте посмотрим, давайте попробуем. Итог. Итог. Как всегда на титрах мы с вами подводим некий итог. Значит, управление одно из самых отвратительных, которое я, в принципе, видел в играх, очень кривое, очень непослушное. Причем это касается как управления передвижением, так и стрельбой. Стрельба тоже. Прицеливание очень вялое, неточное. У тебя уходит много времени, чтобы навестись. Уходит, ну, как бы оно, ты считай, что ты навелся, бах, оно соскакивает в сторону передвижения. Очень много раз за это прохождение, если вы заметили, у меня были проблемы с тем, что я говорю, давай ты сядешь в укрытие, а она поступает абсолютно наоборот, полностью наоборот. Выбегает из укрытия и начинает тупить перед ним, пока ее все расстреливают. Из-за этого я загружался. Это, ну, сейчас, насколько я вспомню, ну, раз 6-7 точно, может и больше. Значит, я думаю, что это побочный эффект того, что игра была, в принципе, заточена под контроллеры. На контроллере, насколько я знаю, там есть такая функция, как автодоведение и автоприцеливание, частичное, по крайней мере. Потому разработчики не особо заморачивались с точностью прицеливания, потому что, ну, контроллер и так доведет твою мушку туда, куда надо, но играть на компьютере, это просто боль. Потом, насчет управления, опять же, говорю, оно просто отвратительное. Вот я вам говорил, что кинематографичность здесь на уровне, здесь очень много красивых сцен, здесь это, да, это правда. Можно найти очень много красивых кадров. Единственный минус, который я, пожалуй, нашел бы, это вот серость. Причем, очень многие такие говорят, например, я помню, что очень сильно ругали за, ну, ругали 4-й Fallout за цветастость, яркость и не чувствуется мир апокалипсиса. Но, да, там цветасто и ярко, но не потому, что это Fallout, а потому, что это воспроизведение 50-х годов. И тогда все было ярко, и это нормально, вы немножечко не в ту сторону смотрите. Эта же игра, она очень блеклая. Вот, не знаю, каждый раз, когда я в нее играл, потом выходил, у меня возникало ощущение, как будто я смотрел черно-белое кино. Ни одного яркого цвета не было, все было через какой-то серый фильтр, даже огонь, который должен быть ярким, сочным и вкусным. Какие-то редкие хотя бы, но какие-то красочные цвета. Хотелось бы что-то увидеть, но этого просто не было. Игра абсолютнейше серая. Да, это такая стилистика, да, возможно, это многим понравится. Здесь я не буду ставить это в минус. Опять же, это на любителя, и здесь ни в коем случае не мне об этом судить, просто говорю свои ощущения. Теперь, самое главное, самый такой огромнейший гвоздь в крышку гроба этого произведения, так уж скажем, это сценарий и история. Я не знаю, как они это допустили, как они это сделали. То есть, есть несколько способов сделать хорошую, классную героиню женского пола. Простите, заговариваюсь. Так вот, посмотрите на Рипли. Причем, можно посмотреть не только на Рипли, про который вы сейчас подумали. Посмотрите на Аманду Рипли. То есть, у нас тот же Alien Isolation, вот там девушка хрупкая, но она необычайно крутая. Почему? Не потому, что это персонаж женского пола, а потому, что там правильно прописан сценарий, сюжет, история. За этим интересно следить. Ты не убиваешь себя фейспалмом, блин, каждые пять минут, типа, что за говно здесь происходит. Причем, Лара Крофт, ну, Том Райдер, это ААА проект, насколько я понимаю. Это же не какая-то инди-игра, которую там клепали в подвале, и там, блин, у чуваков и не нашлось денег. Мы сейчас с вами смотрим на огромнейшую команду, которая это делала. Вот. Сколько у нас в игре было? Два босса. Они абсолютнейше одинаковые. Абсолютнейше одинаковые. Просто у второго было две стадии, три стадии, а у первого было там, сколько, одна стадия. Вот. Абсолютнейше одинаково тупые. Отсутствие геймплея. То есть, по сути, что тебе здесь нужно делать? Ты здесь прыгаешь, дергаешь, лазишь и жмешь кутаешки. Ну, то есть, отсутствие геймплея заменили кутаешками. Острые моменты, где тебе нужен скилл. Они такие говорят, нет, чуваки, скилл вам здесь не надо, это игра для казуалов. Вы здесь просто будете жать кутаешки, и с вами будет все хорошо. Причем кутаешки тоже относительно очень кривые, к сожалению. Нету четкой последовательности, как это все делается. Вот. И, в общем-то, что у нас по итогу? Нету геймплея, управляемости и всякого такого. Нету сценария, нету сюжета. Соответственно, нету переживаний герою. Это абсолютнейшее полное отсутствие и наплевательство на логику. То есть, опять же, мы с вами в середине игры говорили о том, что есть какие-то игровые условности. И все мы это понимаем. В том же самом Хитмане, когда ты берешь и переодеваешься в чей-то костюм за полсекунды, это называется игровая условность, на это пошли для того, чтобы сохранить геймплей. Здесь вот этот вот ветер, который сдувает огромные многотонные колокола, но при этом не влияет на траекторию полета стрел и очень много других вот таких вот фишек, это не игровая условность, это дебилизм. И, опять же, вот это все заискивание в сторону феминизма и SJW, и всяких этих ЛГБТшек и всякое такое. То есть, злые — это только белые мужчины. Убить можно только белых мужчин. Ни в коем случае. То, что я вам предсказывал, что игра ни в коем случае не убьет ни одну женщину здесь. Так и случилось, собственно. Все трое, они здесь живы. К тому же, посмотрите, по классической раскладке три женщины — это белая, азиатка и черная. Одного мужика взяли вот-то вот Самуа, типа черный, хотя он на самом деле не черный, но его взяли для того, чтобы он был, и его, естественно, сохранили. Всех остальных белых, то есть, по сути, за игру мы теряем четыре персонажа из нашего экипажа. Это четыре белых мужчины. Два пилота вертолета — это белые мужчины. Главный злодей — это Пимика, но на самом деле нет, мы противостоим Матиосу — это белый мужчина. против нас все враги — это белые мужчины. То есть, по сути, все, кто умерли в этом фильме, в этой истории, — это белые мужчины. И это... Это расизм. Это абсолютно явно расизм. Я считаю, что такие вещи недопустимы. Я считаю, что это абсолютнейший бред. К сожалению, вот такого вот фекального выброса, оценка 9. Я вам даже больше скажу. Абсолютно случайно, пару дней назад, я ходил по распродаже в одном онлайн-магазине и увидел, как продают карик на плойку с этой игрой. И это семилетняя игра уже? Ладно, хорошо, не будем к этому придираться. Карик на плойку с этой игрой по скидке стоил 30 баксов. Ребят, вы о чем? Как это вообще может быть? Ладно, ладно. Если вы, кстати... Это же опять же всё. Я высказываю своё мнение и свои ощущения от игры, если вы с чем-то не согласны. Просто напишите мне в комментариях. У вас тоже есть своё мнение. У каждого из нас оно есть. И оно не обязательно будет совпадать с моими. И моё не обязательно будет совпадать с вашим. Что я хочу, в конце концов, сказать про эту игру? Она отвратительна. Она отвратительна во всех своих проявлениях. В ней нету практически ни одного светлого момента, кроме нескольких красивых там картиночек на протяжении геймплея. По всем фронтам. Как игра, это провал. И по геймплею, и по истории. По всему. Я не знаю. Как Square Enix и Eidos и всякое такое докатились до вот этого. И как вот это докатилось до оценки 9+. Всё, ребят. Мы с вами проговорили все титры. Вот. Пора заканчивать. Да, да, да. Прошёл игру на 73%. Хорошо. Я ещё умудрился на... Я не искал гробницы. Я тупо заходил в то, что попался умудриться пройти игру на 73%. Никакого, конечно, DLC здесь не будет. Ну, я не буду в ней играть. Я вам больше скажу. Эта игра сегодня же улетит с моего компьютера. И больше никогда я к этому не притронусь. И крайне вам рекомендую не... Не скачивать и не тратить своё время на это. Хотя бы потому, что я потратил своё время для вас. Чтобы вы увидели эту игру. Ну, что ж. Знаете, пожалуй, вот эта вот игра попадает в мои личные антирейтинги, антирекорды. Вот у нас до этого было много шикарных игр на канале, которые мне очень нравились. Которые я вам советовал. Говорил, 10 из 10. Вот это вот, пожалуй, будет минус 10. И пока что эта игра находится на самом дне. Я надеюсь, что... Я не хочу и не люблю играть в плохие игры. Я надеюсь, что я не буду пополнять эту копилку. Но, скажем так, теперь у нас на канале появилась игра с антирейтингом. Всё, ребятушки. На этом это прохождение... О, блин, закончено. И... Святые мандаринки. Встретим всё в следующих проектах. В следующих играх мы вас очень ждём. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем пакеда. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!